всем добрый вечер точнее добрый день время 4 часа готовлю ужин или обед как сказать наверное ужин картошка будет отварная может быть даже перо сделаю с молоком посмотрим решила вот пожарила курицу 5 окорочков бедрышек все я думаю минут через 20-30 все будет готово на улице похолодало немножко 13 градусов 13 14 14 дождичек прошел точки набежали давайте выглянем хотя я только что из душа помылась ведь как уже мокро дождь прошел все мокро такое яркое листья вот эти кленовые в лужах туман тучки ходят такие прям прям пасмурные такие хмурые тучки с утра еще ничего было сейчас погода испортилась завтра будет по прохладней дождь вроде дождя не обещали так что у нас настройки происходит вот они там вдоль стеночки котлован увеличивают то есть получается котлован будет во всю поляну это вот это вот около жилого дома вот этот край они начали там копать котлован будет огромный почти во всю эту вот площадь вот кроме детской площадки вот они во время дождя работают дождевики им раздали такой огромный котлован чё же они тут нам построят забацают такое огромное не завидую тем людям которые в доме вот будут напротив живут и у них вот рядом такая прям стена к стене такое огроменное что-то вырастет это людям надо съезжать отсюда пока не построили продавать квартиру потом никто не купит да сейчас уже умный человек не купит когда под окном такая стройка то не просто ухудшили людям жилы жилищные условия эту квартиру в цене наверное потеряют за свою стоимость продать это хорошо будет испортили вид люди покупали рядом с лесом с видом на лес на природу а в результате под окном вот такую щас фигню построят не пойми чего так ладно ребятки присесть хоть на пять минут время 4 часа а я всю нашусь как ошпаренная я так ни разу и не присела толком и не пролегла немножко интернете там покопалась одно видео выложила все не читал чё-то пишите не пишите мне так слава богу я убралась квартире сделала одно большое дело сейчас вот готовлю ужин то завтра на работу собой возьму картошку с курицей по крайней мере уже не пресную не отварную а то меня от отварную курицу уже преворотит хотя бы жареную так а потом плавненько перейдем на мясо пост у нас по моему конце ноября начинается так что еще два месяца можно на мясо есть надо будет ну через какое-то время через два-три дня надо будет свининки купить хотя бы гуляш сделать если уж не котлеты а может котлет котлет хочется нормальных перестирала вещи кое-какие я сейчас стираю летние вещи убираю вот перед отъездом платье все перестирала погладила убрала шкаф сегодня костюмы вот эти спортивные все перестирала джинсы летние тонкие так потихонечку все у меня еще с работы блузка там замочена блузку еще постирать надо там пять веревок уже вешать некуда вчера фелька обрыгал нам этот на кресле плед пришлось плед постирать он такой небольшой еще вот четыре веревки настирала барахла своего но ванной там немножко отопление у нас еще не дали но ванной труба горячая вот от горячей воды вот эта труба горячая и у нас еще там вентиляция обычно есть еще мы там строили вентилятор в эту вентиляцию если вентиляцию включу чтобы там продувалась все что белье быстрее сухло ну и там батарея вот это горячая от горячей воды а так в квартире прохладненько батареи еще не включили не у нас нормально я окна почти не открываем я только на кухне так щелочку балкон застекленные или двери на балкон чуть-чуть приоткрываем и ну так что проветрить на балконе окно там закрыто там сейчас я еще проверю точно ли закрыта потому что на улице дождь и балкон надо закрывать чтобы там или все окна были закрыты на балконе так какие у меня еще дела на сегодня вот только блузку постирать осталось сейчас вот это все у меня туда варится так хочется карте пюрешки вот я думаю пюрешку сделать или отварную оставить картошку отварную я еще могу есть вот курица отварная уже не лизит я не чувствую ее вкуса она безвкусная и даже если вот посыпать солью перцем все равно невкусно нему невозможно есть вот хочется жареным почему-то и пюрешки хочется но я наверное все таки отварную оставлю немножечко поберечь надо желудок он еще не восстановился там надо для восстановления какие-то капсулы пить микрофлору восстанавливать надо еще попить каких-нибудь этих полезных бактерий все это денег стоит в аптеке спросил 600 рублей стоит эти не стал пока покупать так ну что на сегодня у меня же еще гора белья неглаженного я же приехала на следующий через день поменяла постель перестирала эту постель сейчас мне надо погладить то есть там комплект двуспальные гладить потом платье там однолетние в котором я там ходила по городу ездили отдыхать вот это платье постирала черно-белое по моему халатик там погладить надо платочки короче гора белья но я чуть меня сил нет уже гладить может быть и поглажу только чуть позже я наверное сейчас постираю блузку и наверное лягу посплю часок сейчас у меня тут все доварится допарится пока тут доваривается пойду блузку стал простирну и наверное лягу на часок посплю немножко сильно то я прыгаю вот скачу со скольки вот ну вот 12 часов прыгаю скачу с полдвенадцатого сначала магазин сходила у меня тут стирка и стирка и уборка и все одновременно по-моему два раза стиральную машину запускала сначала светлое белье постирала этот летний костюм бирюзовый постирала светлый потом темная постирала второй костюм тоже постирала сейчас вот если вечером эти гулять то и даже не знаю что надеть все постирала ну можно я конечно чем-то найду но там прошел дождь и в такую грязь мне не хочется на улицу даже выходить найти то можно что надеть полно всего только не хочется пачки ты выйдешь брюках брюки по избрызгаешь потом стирать если какие-то штаны спортивные я помню трое штанов там постирала у меня там еще есть еще двое помню где-то валяются по крайней мере одни новый костюм еще с котиками у меня есть но в таком сейчас прохладно это же летнее все в основном не знаю гулять вряд ли мы сегодня пойдем надо все-таки дом посидеть поберечься немножко кстати я перед отъездом успела сделать прививку от гриппа так что возможно в какой-то степени она мне помогла сильно не заболеть потому что вот этот ротовирус это это и тоже грипп только кишечный и вот эта прививка от гриппа возможно она мне помогла не заболеть сильно тоже температура у меня не было скорее всего это вот мы легко отделались так сказать так ладно что хотела переделала белье я еще успею погладить может частично сегодня частично в пятницу пятницу я пойду в центр разберу результат свои эти обследований только навряд ли я что-то там пойму сама без врача поэтому придется к врачу сходить чтобы она еще посмотрела и точно сказал что там все нормально что там уточню насчет таблеток и начну другие таблетки пить там по моему сказали перейти на другие таблетки еще на три года у меня инвалидности нет мне бесплатно никто не будет давать лекарства по моему без инвалидности бесплатно не дают до этого у меня были недорогие там по 200 рублей сама покупала он 400 200 400 на месяц эти может быть подороже будут ну проще самой купить нафиг чем бегать там по этим кабинетам подписи собирать не люблю не люблю я все это если бы не совсем уж делать нечего было а так на работу еще ходить через день так ладно ребятки надо идти доделывать дело и отдыхать как тут моя картошечка наверно сварилась уже в принципе да можно выключать с водичку сольем картошка сварилась как моя курочка странно когда крышкой накрываешь почему-то она такая какая-то водянистая становится откуда-то вода появляется чуть-чуть сверху обжарилась а потом вот такая водянистая становится это курица дольше варится пусть еще посадит хорошо проварится пропарится так курочка пусть все ребятки сейчас я тут буду доделывать доваривать сейчас быстренько сюда делаю на на пойду лягу отдохнуть сук то потом вечером захочется чего-нибудь по телеку посмотреть подольше поэтому надо днем часок поспать а потом можно до 12 там до пол первого телек посмотреть покуда портится дело к осени уже надо же уже октябрь 5 число завтра 5 так не успешно глянутся уже 15 будет середина осени там и и ноябрь так получилось что у меня осенью отпуск два отпуска начале и в конце осени для общаться сначала декабрь хотела взять а потом думаю куда декабре поеду исток в питер посмотреть как питере на новый год а так ну и поменялось на ноябрь а в ноябре тоже особо никуда не поедешь куда поедешь ноябре тем более у меня отпуск две недели а у мужа только одна то есть мы реально вот не на 5 можем куда-то съездить остальные не просто тупо дома буду сидеть ну к своим туда на родину маме тоже не поеду ну чё там делать ноябре блин холодно уже заморозки нафиг не хочу не знаю когда к ним теперь съезжу скорее всего на следующий год только не в июле второй отпуск у меня в октябре на следующий год вот наверное в октябре на следующий год к ним съезжу дня на три больше там делать ничего принципе так ладно все ребятки пойду я дела доделывать и отдыхать что-то у меня как тут не нравится как показывает что-то мутно как все вроде настраивала настраивала и все равно как-то мутно